добрый день дорогие друзья с вами игорь и это автосалон про тюнинг сегодня мы с вами рассмотрим chevrolet tacho машина 2022 года была привезена прямо из эмиратов сюда к нам в краснодар на улицу российская 263 такой большой автомобиль с этими массивными формами обязан быть в черном цвете ну каковым она является и самое главное что здесь имеется это защитная пленка полиуретановая прозрачная которая защищает этот прекрасный кузов от всех повреждений на дороге это очень важно потому что на этих автомобилях черного цвета я имею ввиду очень сильно видно абсолютно все повреждения поэтому это идеальное решение для этой машины еще если мы посмотрим на переднюю часть мы видим что это собственно обновленная машина у нас на самый последний тах у которой имеется очень красивые формы то есть несмотря на его массивность брутальность мы видим что имеются очень изящные формы той же фары как она огибает бампер безумно классно смотрится в сочетании с этой большой решетка радиатора переходим далее по автомобилю что мы видим сбоку у нас очень большие колеса 22 размера которые имеют на себе полностью хромированную окраску безумно хорошо смотрится потому что черный цвет с этими хромированными колесами это максимально изящно и брутально собственно каким и должен быть автомобиль если мы перейдем далее у нас хром имеется еще и на крышках зеркал тоже очень большое зеркало в него даже с этой стороны можно смотреться как в зеркало потому что отражает она абсолютно все очень классно все это выглядит и самом зеркале он у нас еще имеется камера которая относится к круговому обзору потому что машина большая и без этого тут честно говоря абсолютно никуда особо не уедете не припаркуетесь нигде это нужная функция в таких автомобилях естественно в них еще имеется проекция слепых зон если вдруг вы едете где-нибудь по дороге общего пользования машины появляется сзади вас в слепой зоне зеркала вы все это увидите по горящему значку на зеркальном элементе еще на автомобиле имеются выдвижные пороги потому что как видите машина у нас не маленькая она даже выше меня то есть я думаю где-то метра два с лишним тут точно есть полностью по высоте машины естественно садиться в нее без выдвижных порогов это очень сложно и если вдруг у вас такая же машина либо другая которая имеет такие же большие размеры очень высокая вам неудобно селиться в нее потому что нет выдвижных порогов вы можете обратиться в наши тюнинг-центры мы сразу все вам поможем потому что выдвижные пороги устанавливаются практически на любой автомобиль возвращаемся дальше к обзору и смотрим что у нас здесь имеется без ключевой доступ абсолютно на всех дверях с кнопки то есть можно закрыть открыть машину не доставая ключ не нажимая кнопку на нем безумно удобно еще на крыше у нас имеется такая классическая антенна спереди слева не как у всех автомобилей в задней части посередине а в передней левой части крыши это свойственная черта у тахо у эскалейдов потому что машина на сделано на одной базе и очень похожи собственно друг с другом переходим далее что у нас здесь имеется хромированные молдинги по всей длине автомобиля очень красиво смотрится вот эта вот массивная часть сзади рейлинги на крыше несмотря на то что машина большая сюда можно уместить огромное количество всех вещей которые вы захотите вы нести с собой в далекую поездку можете можно еще поставить багажник на крышу куда вы поставите собственно бокс и перевезете еще больше вещей очень удобно для людей которым это необходимо переходим к задней части автомобиля что она здесь имеется очень массивные красивые фонари которые имеют себе внутри очень сложную форму которая просматривается и также здесь написано chevrolet даже над этом над это мелочи дизайнеры задумались очень классно все это выглядит очень большое количество хрома в задней части молдинг на крышке багажника логотип chevrolet надпись таху снизу у нас модификация комплектация premiere снизу на бампере еще во всю ширину у нас большой хромированный молдинг и дворе насадки выхлопа тоже хромированные с двух сторон смотрится максимально брутально и премиально открываем багажник и что самое интересное что его можно открыть как стекло отдельно то есть если допустим вам нужно что-то быстро взять из багажника вы не хотите его полностью открывать можно сделать так либо уже открыть полностью багажник собственно на электроприводе все это делается очень удобно и комфортно в самом багажнике у нас имеется справа розетка стандартная линистра американская я думаю проблем особо с этим не возникнет потому что сейчас везде можно купить переходники под наши европейские розетки и заряжать техник которые будете возить с собой в багажнике также справа мы видим кнопки открывания сидений то есть тоже не нужно вам заходить в салон сзади на некоторых машинах это делается нажимать какие-то кнопки прямо отсюда все это складывается и раскладывается очень удобно тут же мы видим что багажник у нас небольшой потому что у нас здесь имеется третий ряд сидений даже при таком на самом деле развернутом третьем ряде сидений думаю сюда можно поставить две-три сумки достаточно большие и спокойно вести с собой все вещи а если вы еще разложите третий ряд то абсолютно все что вам необходимо даже если вы делаете ремонт у себя дома там там большие всякие грузы переводятся они также сюда поместятся перемещаемся сон тут нас встречает отделка из очень хорошей светлой кожи абсолютно все у нас сделано собственно из нее это подлокотник центральная консоль передняя панель пропис сидение дверные карты и так далее то есть все у нас очень приятное такое на ощупь как раз таки за самой этой кожи даже руль собственно естественно у нас будет в коже по удобствам и системам которые здесь имеются смотрим сначала на блок кнопок слева руля естественно кнопка ручника справа от нее находится большой блок кнопок это удержание в полосе круиз-контроль который здесь имеется далее у нас и кнопка отключения парктроников автостоп и так далее в общем огромное количество кнопок здесь у нас находится под ней есть еще один блок который у нас отвечает за то чтобы отключать либо включать полный привод и также включать понижающую передачу потому что машина большая может передвигаться по плохой не очень хорошие дороги естественно понижайка полный привод это то что нужно чтобы проехать в любой абсолютно ситуации и также здесь есть еще и пневмоподвеска то есть можете машину поднять чтобы переехать через какие-то препятствия которые встречаются у вас на дороге смотрим на руль то есть да как я говорил он у нас отделан из кожи с сигналом стандартное управление справа мультимедиа системой и слева круиз-контролем за рулем у нас находится приборная панель полностью электронная очень удобно что в таких панелях помещается большое количество информации что интересное в салоне автомобиля у водителя одна деталь этому люди внимательные заметили это то что здесь нету рычага переключения передач как на всех американских автомобилях стандартных больших таких а у нас это вынесено все справа в отдельный блок кнопок и тоже еще одна мелочь которую не видно это то что кнопка паркинг и нейтралка у нас нажимаются то есть спокойно вы можете их нажать в момент а кнопка drive и задняя передача не нажимаются то есть и их нужно потянуть на себя тогда передача включится это сделано для того чтобы было безопасно передвигаться чтобы вы случайно не нажали заднюю передачу или drive и машина сама по себе не уехала и вы бы этого не ожидали да может быть кто расскажет что это не удобно но в первую очередь необходимо заботиться о безопасности и тут же снизу у нас расположен блок кнопок понижающей передачи то есть мы тут тут же можем включить либо снизит либо повысить передачное число смотрим на центральную консоль на здесь имеется мультимедиа система достаточно большим экраном в которой для американских машин очень все хорошо сделано потому что управляется она без каких-либо подвисаний по дизайну все очень красиво выглядит есть естественно карплей android авто тут же можно смотреть камеры 360 который здесь имеется про которые уже говорил в общем действительно сделано хорошо и очень удобно и справа от нее находится ну такой потайной кармашек то есть мы можем открыть и сюда еще я наверное могу прям в шоу дон засунуть сложить какие-либо мелкие вещи смотрим чуть ниже тут же находятся кнопки управления мультимедиа системой то есть громкость переключения треков возвращение назад домой и так далее и под ней блок управления климат-контролем который здесь четырехзонный потому что машина у нас большая можно перевозить с собой большое количество людей каждый под себя настроит комфортную температуру смотрим еще чуть ниже есть еще кнопки вентиляции и подогрева передних сидений то естественно здесь все это имеется на лето на зиму идеальное решение в самих сиденьях у нас имеется большое количество настроек и подкачка поясничной зоны чуть ниже у нас находится разъем usb type-c и usb 2.0 очень удобно для людей которые либо не перешли еще на новое устройство с usb type-c разъем либо заряжают специфические свои устройства какие-либо собственно об этом тоже позаботились и здесь оставили два вида разъемов справа находится еще и прикуриватель и все это у нас расположено еще в большой нишу куда можно сложить телефон мелкие вещи и аксессуары и так далее чуть ниже находятся два подстаканника и переходим далее к подлокотник посмотрите на его объема я думаю сюда можно прямо усилить полноценного человека то есть большого сюда спокойно сядет это очень удобно для двух пассажиров спереди каждый может положить руку на собственно сам подлокотник и тут же посередине у нас находится место для хранения телефона открываем подлокотник большое количество места для хранения ваших вещей и здесь же у нас есть холодильник то есть с радостью можно охладить свои напитки в далекую дорогу очень это все удобно и тут же у нас еще находится два разъема для зарядки как и спереди usb 20 и usb type-c переходим чуть дальше за подлокотник здесь имеется еще два подстаканника видно вот это вот американский задел автомобиля что у нас все очень большое такое объемное большое количество подстаканников это люди очень любят из америки большое количество места для хранения кстати я мужчине сказал про дверные карты в которых у нас имеет целых три кармана сверху стандартный под мелочь чуть ниже более большой карман и самый большой по самому низу двери у нас идет и тут же дверях мы еще видим акустику с сеточками бозе то есть понимаем что звук у нас здесь будет просто идеально перемещаемся на задний ряд первое что мы здесь видим это собственно панорамная крыша которая переходит у нас вплоть до заднего ряда стекло у нас открывается наполовину то есть стандартно для крыш с такими стеклами с перегородкой по середине что у нас здесь имеется из удобства естественно два очень больших экрана для просмотра фильмов сериалов и так далее которые работают по hdmi разъему от центральной консоли переводим взгляд на центральную консоль помимо этих двух hdmi по бокам у нас есть еще два тайп си разъема для зарядки устройств кнопки подогрева задних сидений и еще настройка климат-контроля на двух задних рядах здесь у нас идет дополнительно два подстаканника помимо еще этих двух которые выходят на задний ряд и еще один отсек для мелких аксессуаров пойдем теперь на третий ряд посмотрим что там третий раз здесь больше подойдет для детей но в принципе если переместить второй раз день чуть-чуть вперед то даже я спокойно здесь помещаюсь у меня еще большое количество места остается в ногах поэтому я думаю в принципе большую компанию людей можно будет здесь уместить на третьем ряду у нас имеется еще по зарядке с каждой стороны тайп си и у каждого пассажира есть подстаканник с отдельной мелочнице под различные вещи под капотом у нас здесь установлен двигатель бензиновый объемом 5 и 3 литра это в 8 и мощность у него 360 лошадиных сил работает он в паре с классическим автоматом это такая стандартная американская история когда у нас большой объемный мотор да с него не развивают какие-то колоссальные цифры но тут идет залог на надежность этого агрегата поэтому с этой машины вы точно сможете уехать далеко и вернуться обратно этот рулет аху 2022 года с прибегом от 21000 километров можете посмотреть по адресу город краснодар улица российская 263 в автосалоне про тюнинг также хочу вам напомнить что мы занимаемся привозом машин из любой точки мира в наши автосалоны в городе москва краснодар и ставрополь и обязательно подписывайтесь на канал